По вашим запросам я создала самую любимую сказку для ваших деток о русалочке. Давайте послушаем. В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хорошеньких васильков, и прозрачная, как хрусталь. Но зато и глубоко там ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколин, чтобы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там на дне один голый белый песок. Нет. Там растут удивительнейшие деревья и цветы, с такими гибкими стебельками и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями их шныряют маленькие и большие рыбки, точь-в-точь, как у нас здесь птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с большими остроконечными окнами из чистейшего янтаря, из крыши и из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по приливу и отливу. Выходит очень красиво, так как в середине каждой раковины лежит по жемчужине такой красоты, что и одна из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла его старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить только по шести. Вообще же она была особо достойная, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все шесть принцесс были прихорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. Подкрытые янтарные окна плывали рыбки, как у нас, бывает влетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из рук их и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росло много огненно-красных и темно-голубых деревьев с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом движении сверкали, как золото, а цветы, как гоньки. Сама земля была усыпана мелким голубоватым, как серное пламя песком. На дне морском на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск. Можно было скорее подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе. Причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. Без ветрия можно было также видеть солнце. Оно смотрело пурпуровым цветком из чашечки, которого лился свет. У каждой принцессы было в саду свое местечко. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита. Другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку. А самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнышко. И засадила ее такими же ярко-красными цветами. Странной и дитя была эта русалочка. Такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали себя разными разностями, которые доставлялись им с разбитых кораблей. А она любила только свои красные, как солнышко цветочки, да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась. Ветви ее перевешивались через статую и клонились на голубой песок, где колебалась их фиолетовая тень. Вершина и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху на земле. Старуха-бабушка должна была рассказывать ей все, что только знала о кораблях и о городах, о людях и о животных. Особенно занимала и удивляла русалочку, что цветы на земле пахли, не то что тут, в море. Что леса там были зеленого цвета, а рыбки, которые жили в ветвях, чудесно пели. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее, они ведь сроду не видывали птиц. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам тоже можно будет всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города. В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сестрам, а они все были по годке, приходилось еще ждать и дольше всех, целых 5 лет, самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказы бабушки мало удовлетворяли их любопытство, им хотелось знать обо всем поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое облако, и русалочка знала, что это или проплывал над нею кит, или проходил корабль сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там в глубине моря и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет. Ей было позволено всплыть на поверхность моря. Вот было рассказов, когда она вернулась назад. Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежице, при свете месяца, любуясь раскинувшимися по берегу городом. Там точно сотни звездочек, горели огоньки, слышалась музыка, шум и грохот экипажей. Виднелись башни со шпицами, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище. Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестрица. Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов. Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть куда хочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото. Рассказывала она облака, да тут у нее уж слов не хватало, окрашенные в пурпуровые и фиолетовые цвета, они быстро неслись по небу. Но еще быстрее них неслась к солнцу точно длинная белая вуаль, стая лебедей. Русылочка тоже поплыла, была к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и в воде разлилась розовая вечерняя заря. Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные чудесными рощами, где пели птицы. Солнышко светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких человечков, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. Зверек этот был собака. Но русалка ведь никогда еще не видала собак. И вот принцесса все вспоминала.